Эта бабушка радуется сейчас, что ты оживил эту книгу. Да. И, значит, я даже помню вот небольшой стих вот из этой книги. Бог всюду, нет, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, того мы называем Богом. Да. Ну, поляну я. Слава тебе, Господь. Спасибо, Христос, что привел к этой бабушке-то. Она там начиналась у нас на катушке, она молится, бабушка, старческий голос, и благодарит Бога, и хочу, чтобы распространилось это, а через нее-то потом уже мы вот в трехтомнике-то издали, уже раскрасили, там было, ну, не больше 100, а у нас-то 270 грабюр полностью. А вот этот толчок-то оттуда был. Да. И больше 40 лет уже прошло. Как видишь, это ожило. Да, и ожило-то я к вам приехал совсем незнакомый. Ты меня представил на баптистском собрании, потом какие-то там у вас осетины или кто-то есть. В этот день я на трех собраниях у вас, да они, главное, как, объявят собрание только, и меня сразу уводят на все собрание. В этот день я в 8 часов у вас там говорил, а потом с молодежью еще. Да. Вот как Бог делает. Да. А уже потом, да. Больше 40 лет уже прошло, как все это ожило. Ну вот, я вот сейчас себя выставил там, посмотрите здесь же. Вначале там какие стихи считают, а потом дочь Евпае. Это вообще, это невозможно без слез слушать. Вот Бог талант такой дает. Ну, отошел я тогда, все. Игнатий Тихонович. Ой. Мир вам. Всех. А четвертого мы собираемся здесь на моление? С четвертого? А четвертое что у нас будет? Ведение в храм. Богородичный. Ведение в храм Пресвятой Богородицы. Понедельник. Значит, подожди минутку. Я не знаю, мы-то здесь не ходим, кто. Я не знаю, решите. Вопросов не было. Ну, тогда собираемся. Ну, собираемся, как обычно. Все тогда. С Богом. Спасибо. Хорошо, что сказали. Люди будут знать. Вот прослушайте, я выстоял, который сейчас там. Когда она рыдает о дочери, артист. То есть Ефай. Все. Продолжение следует...